МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Екатеринбурге эти традиционные соревнования пройдут уже в шестой раз, правильно? Да. Если я не ошибаюсь. Все сами знаете. Очень хорошо. Я уж сам отвечать не буду все-таки на вопросы. Но принципиально, в чем идеология этого мероприятия и меняется ли она как-то от года к году? Вы знаете, принципиально меняется, наверное, та планка по качеству организации и по, так скажем, достижению полезности результата из года в год. То есть если первый кубок у нас был региональным, это были соревнования сугубо, зона Урала, еще какие-то города. Второй уже был всероссийский. И, ну, собственно, в этом году у нас пятый всероссийский турнир, то есть шестой. В общем, да, пятый всероссийский. Мы уже второй год подряд юбилей прознать. Мы в этом году уже отметили. Сама по себе идеология заключается в том, и цель очень простая. Донести до детей на понятном языке какие-то, может быть, специфичные моменты. Моменты такие, которые тренер не может донести в силу того, что мало у кого тренеры, олимпийские чемпионы, призеры, чемпионат мира и так далее. Ну, то есть это, так скажем, взгляд из шкуры тех, кто стоял на пьедестале на то, как это могло быть, если бы они это знали. Ну, то есть просто пообщаться, постоять с ними рядом, это уже может быть каким-то... Да, да, ну, плюс к этому общение идет достаточно активное. В этом году добавили немножко пловцов опять. К сожалению, все... И за границей даже должны быть, да, участники, нет? Да, в плане участников, да, Испания, Германия, Франция. Ну, из Франции, правда, всего одна девочка, но тем не менее, как бы формально... Для статуса, по крайней мере. Ну, вдруг она золотую медаль выиграет. А вдруг и ни одного... Собственно, сборная Франции в числе одного человека взяла там 2-3 медали золотых классов. К сожалению, в том году у нас были же два действующих спортсмена, это Каратышкин и Гречин. В этом году не получилось с действующими в силу календаря. Они в этом году все на чемпионат Европы поехали. Ну, почему-то, не знаю. Вся нагрузка на Попова. Ну, и на Прилукова, соответственно, выпадет. Ну, на Прилукова меньше всех. По воодушевлению молодых спортсменов. На Прилукова меньше всех, как всегда. Организационный момент в основном. Не только организация соревнований, больше ничего. Все просто. Да, вы привлекли Игоря Марченко, да, это многолетний, так скажем, наш член сборной России. Призер различных международных соревнований, да, и коммерческих, и некоммерческих, и официальных. Между прочим, муж Ольги Кужелы, двукратной олимпийской чемпионки, может быть, трехкратная, я сейчас отправлю, не знаю. Но он без супруги приезжает. Он без супруги. У них не надо только пополнение в семье было, пока не очень удобно. Ну, не до кубков, не до разъезда. Не до того, да. То есть он с одним ребенком приезжает, как бы со вторым мама там. Я так понимаю, спортсмены в прошлом действующие сюда приезжают, да? Ну, не пловцы, правда. Мы, конечно, стараемся, да, привести действующих. В этом году с Настей Зуевой долго, ну, как долго, переразговаривали. То есть не то, что это были переговоры, я пригласил ее. К сожалению, есть контрактные обязательства определенные, да. То есть в эти сроки у нее в Италии проходят какие-то тоже мероприятия. Ну, тем не менее, мы не ставим целью, да, тут закидать кого-то именами или еще чем-то. Это, с одной стороны, это встреча друзей, потому что, ну, не получается часто видеться, честно говоря, вот, да, там, тем, кто ездил в 88-м месте на Олимпиаду. А такое, к сожалению, бывает. Да, такое бывает, да. Вот, ну, не только в 87-м, то есть там люди, да, приезжают у нас Лавров в этом году, опять наш дорогой бомбалист и любимый всеми. Тучкин, еще один бомбалист. Тучкин, да, Александр Аркадьевич, да, который мячиком... Вот он-то до сих пор может мячиком кинуть так, что мало не покажется никому. Мы-то уже старые, да, мы уже детям можем и проиграть где-то, наверное. Ну, таким, кто повзрослее. А вот Александр Аркадьевич, что левой рукой зашвырнет, так зашвырнет до сих пор. Роль Попова-то она какая? Кроме, понятно, такой скрепляющий и так далее. Ну, это скрепляющий элемент, да, основной такой центр притяжения всех людей, в общем-то, и немаловажное значение имеет именно то, что турнир носит его имя, да, это все-таки, ну, знаковое. Посмотрите, у нас не так много знаковых турниров, да, а тем более с таким уровнем организации и присоединяющей действительно благую цель. То есть, если мы говорим о том, что нужно проводить турнир, я не вижу смысла проводить турнир имени, допустим, Александра Попова, там, для взрослых спортсменов, для профессионалов. Для этого есть, там, Кубки Мира, пожалуйста, там, Кубок Урала можно прийти. Ну, понятно, отбирайтесь, забирайтесь. Вот именно, да, именно детский турнир, я считаю, должен носить вот такое вот имя, потому что, ну, кто он с детьми занимается? Ну, пять лет показали эффективность, что, действительно, те цели и задачи, которые вы ставите, они действительно достигаются, выполняются. Вы знаете, я не хочу здесь, да, как-то громко какие-то громкие вещи говорить, да, я знаю этих людей, да, которые пошли через наш Кубок, это девочки, вот, например, с Дашей Устинова, там, Лапшина, там, Баклакова. Нет, я просто шпильку вставлю, но один турнир, пусть какой у вас замечательный не было, это Капля в море. Таких турниров должно быть много, и если он один, он и спортсмен, и сформирует сам по себе, правда? Я не готов, да, говорить, что вот, мы вырастили там, мы не растим. Мы даем тот толчок, который позволит в каких-то моментах стать им лучше. То есть это еще одна дополнительная точка? Конечно, конечно, но мы не, мы не, это не панацея, понимаете, турнир не панацея, мы же не можем говорить, что вот, они прошли здесь и все, и они всех победили, нет, они стали чуть лучше, чем те, с кем они тренируются, они более внимательно смотрели на мастер-класс, более внимательно общались, может быть, какие-то моменты, да, задавали вопросы, были активными. Они стали чуть лучше других детей, и они стали у них выигрывать, они стали у них выигрывать, и им стало гораздо интереснее, а другим, наоборот, интересно, то есть они выросли на фоне. Для справки, дети в каком возрасте участвуют? Мальчики в этом году 98-99, девочки 2000-2001. То есть мальчикам порядка 15 лет получается? Да, ну, девочки, мальчики у нас в плавании принято так, что девочки на два года младше мальчики всегда. Ну, то есть лет через пять примерно, да, это, может быть, уже будут члены сборных, участники крупнейших объятий. Через три года, потому что в 18-м уже на Южскую Европу ехали. Просто я знаю, что некоторые девочки в 15 лет – это олимпийский чемпионок, они становятся у нас в последнее время. Какая-то тенденция наметилась интересная. В Литве и в Китае. В Литве и в Китае. В Литве и в Китае. В Литве и в Китае и Америке, и я, в Австралии, да. И в России не хватает в этом списке. Все возможно, все возможно. На самом деле тут вопрос просто подхода. Можно в 15 лет девочку сделать олимпийской чемпионкой, для этого все есть, но надо понимать последствия, да, определенные. Потому что мы не можем сделать человека, условно говоря, чтобы он стал олимпийским чемпионом, ему нужно дать определенную нагрузку. Ну, соответственно, нужно ее сконцентрировать не в 3-4 года, да, а в 2, если к 15-ти годам, а не к 17-ти. Но мы же понимаем, что… В общем, чудес не бывает. Ну, конечно, не бывает. Дай бог, чтобы все было профессионально. Ну, и опять же, я думаю, что если все это проходит с должным уровнем контроля, да, за здоровьем и мониторинга, там, то, наверное, можно избежать очень многих монет. Другое дело в том, что в России не очень это распространено. Ну, может, оно и к лучшему, я не знаю. Вообще, вот, насколько я понимаю, ты следишь за ситуацией в плавании. Есть ощущение, что у нас ситуация-то постепенно налаживается. В конце концов, на чемпионате мира в этом году, наконец-то, золотые медали мы завоевали. Чего уже давным-давно не было. Ну, у нас 70% медалей принадлежит американскому специалисту Дэйву Салу, у которого тренируется госпожа Ефимова, да, горячо любимая всеми, и господин Морозов. Если бы не она, да. И господин Морозов, да, то есть, ну, не надо забывать об этом на всякий случай. То есть, Юля Ефимова у нас довольно много медалей принесла, в том числе и эстафету втащила, да. Господин Морозов тоже довольно быстро плыл все это время. Ну, то есть, если мы, как бы, участие иностранных специалистов в медалях, да, ну, Никита Лобинцев, да, это Грег Трой, да, или они тоже, что... Ну, в общем, тоже в Америке, да. Да, то есть, там, ребята, там, ADN Project, там, это Италия. У меня вопрос про российское плавание. В общем, что-то не то по-прежнему, да, в российском королевстве плавание. Я думаю, что-то не то, в том смысле, что даже Александр Владимирович, тот же Попов, да, перестал быть членом президиума Федерации плавания Всероссийской. Ну, видимо, без Попова там и так прекрасно понимают, что происходит. Ну, да, я думаю, там большие специалисты. Я не специалист. Те, кто нас смотрят сейчас, они тоже не специалисты. Почему мы, великая спортивная плавательная страна, да, ну, без преувеличения, оказались в последние годы, называя вещи своими именами, на задворках? Ну, все просто. Отсутствие инфраструктуры. За отсутствие инфраструктуры идет отсутствие тренеров. За отсутствие тренеров отсутствие технологий. Потому что, ну, тренеры, чем их больше, да, чем больше они работают, соприкасаются друг с другом, тем больше они производят продукта, да, в виде заданий тренировочных, да, программ, которые в итоге какая-то из них стреляют. Если они говорят, о, ничего себе, а как это так у тебя получилось? Да я вот так попробовал, так попробовал, так попробовал. Но вы понимаете, у нас сейчас особо конкуренции нет. Все тренеры сейчас борются не за программу тренировочную, а за материал. Каждый из них ждет, что к нему попадет вот какой-то, да, такой чувак, который, ну, на самом деле, и поплыл бы, может быть, даже если бы... То есть ребят плавающих мало, а хорошо плавающих еще меньше. Да, 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 который бы поплыл, даже если бы вы, Максимову, писали задания. Вот так. Ну, на самом деле, так и есть, к сожалению, к сожалению, в большинстве случаев. Есть действительно грамотные профессиональные тренеры, которые работают и стараются, да, они переписывают чьи-то там задания из книг 97-го года. А то и, там, знаете, есть тренеры по футболу, которые до сих пор по книгам Лобановского тренируют. Они считают, что это единственные верные книги. Ну, вот тут вчера... Это уже на религию похоже. Тут вчера появилась информация, что это не так, буквально. В фейсбуке написали, что это не так. Правильно ли противопоставлять детский спорт и профессиональный какой-то... Какие-то большие, я имею в виду, спортивные мероприятия. Потому что у нас много говорится про алимпиаду. Массовый спорт и спорт высших достижений. Я даже не про это. У нас вот как-то и финансовые какие угодно ресурсы брошены вот на какие-то мега события. Но при этом детский юношеский спорт, извините. Секунду. Нет. Финансовые ресурсы, если мы будем разбирать распределение бюджетных средств, целиком и полностью брошены на спорт высших достижений. Спортом высших достижений у нас в России занимается... Я не знаю, давайте олимпийскую команду возьмем, у нас там 800 человек, и зимников еще 600, да? Ну, собственно, это и все. 1400 человек. Они получают, если брать федеральный бюджет, 67% бюджета спортивного. Ну, в том числе это строительство, правда, туда же по строке высших достижений идет строительство спорткомплексов, дворцов и водных видов спорта и прочее, прочее. То есть массовый спорт, да, там фоки вот простые. Но это же дорога в никуда. Большие достижения без массового спорта невозможно. А чем занимается федерация плавания вместо того, чтобы развивать плавание? Она занимается тренировкой сборной команды России по плаванию. Стоит ли держать такую халабуду там, чтобы она тренировала просто команду основную? Да даже если и юношескую. Понимаете, федерация должна быть основным двигателем в строительстве, да, бассейнов. Причем не на словах, да, условно говоря, вот как хорошо мы там... Ну, понятно, надо ставить задачи и выливаться. Да, нет, но губернатор какой-то, да, там сказал, я буду строить бассейн. Они ему грамоту выписали. Как бы немножко не то. Они должны прийти к губернатору и сказать, вот мы тебе поможем с тем-то, с тем-то. Но, извините, у нас все-таки достаточно серьезные люди руководят в федерации. В общем, это тема, Юр, для отдельного разговора. Тут непаханное поле, да, судя по всему? Вообще, не трогали еще. Спасибо большое. Ну и успешно провести кубок Александра Попова, чтобы и шестой, и седьмой, ну и так далее. Ну, это уже шестой. Я понимаю. Шестой это уже по умолчанию, да. И седьмой потом, и восьмой. В общем, как можно дольше. Да, на десятом там. Уже посмотрим на какие-то результаты в перспективе. Спасибо огромное. Я напомню, что в гостях у нас был сегодня Юрий Прилоков, замечательный плавец, ныне директор Кубка Александра Попова по плаванию. До свидания и удачи. Субтитры подогнал «Симон»